Спасибо вам, президент Фауст, Пол Чой. Спасибо вам огромное. Выступать перед группой выдающихся выпускников, поддерживающих их друзей и переживающих за них родителей для меня почетно и волнительно. Мы все собрались здесь, чтобы разделить радость этого дня, и я от души поздравляю вас, выпускники Гарвардского университета 2016 года. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вспоминаю день, когда сам оканчивал колледж. Сложно было забыть, ведь это произошло всего 14 лет назад. Многим ли из вас пришлось потратить 37 лет, чтобы получить диплом? А все потому, что, как и большинство из вас, я пошел в колледж подростком. Но на втором курсе мне предложили работу мечты на Universal Studios. Так что пришлось бросить учебу. Я сказал своим родителям, что если с кино не сложится, я вернусь в университет. Но с кино сложилось неплохо. А вернулся я в университет по одной причине. Большинство людей учатся ради образования. Другие — из-за родителей. А я пошел в колледж из-за своих детей. Я отец семерых детей, настаивал на важности высшего образования, но сам этот путь не прошел. Поэтому в 50 я поступил в университет штата Калифорния, Лонг-Бич, и все-таки получил диплом. И должен добавить, палеонтологию мне зачли благодаря парку Юрского периода. Целых три зачета за один парк, представляете? Я ушел из колледжа, потому что точно знал, чего хотел, как и некоторые из вас. Есть и те, кто не знает. Может, они думали, что знают, а теперь сомневаются. Может быть, вы сейчас сидите и пытаетесь придумать, как же сказать родителям, что на самом деле хотите стать доктором, а не писателем-юмористом. Когда вы сделаете свой выбор, наступит момент, который мы в кино называем «определяющим героя». Вам хорошо знакомы такие моменты, например, когда в «Звездных войнах пробуждение силы» Рэй понимает, что сила с ней. Или когда Индиане Джонсу удается победить свой страх перед змеями. Сейчас в двухчасовых фильмах не так много определяющих моментов, но в настоящей жизни вы сталкиваетесь с ними каждый день. Жизнь — это одна крепкая и длинная цепь таких моментов. И мне повезло, что в 18 я уже точно знал, чего хочу. Но тогда я не знал, кем являюсь. Да и как я мог? И куда уж любому из нас? Все потому, что первые 25 лет нашей жизни нас учат слушать чужие голоса. Родители и преподаватели заполняют наши головы мудрыми вещами и информацией, а затем их места занимают начальники, которые говорят, как устроен на самом деле этот мир. Иногда то, что твердят их авторитетные голоса, имеет смысл. Но порой в наши головы и сердца закрадываются сомнения. И даже когда мы думаем «я смотрю на мир совершенно иначе», все равно легче просто соглашаться и кивать. Я сам какое-то время так поступал. Я подавлял собственную точку зрения, как в той песне Нилсона «Все вокруг что-то говорят, и я не слышу голоса своего разума». Поначалу внутренний голос, который мне нужно было слушать, был не слышен и незаметен. Прямо как я в старших классах. Но потом я стал уделять ему больше внимания и начала работать интуиция. Я хочу, чтобы вы поняли, интуиция не то же самое, что сознание. Они работают вместе, но между ними есть различия. Ваше сознание кричит «ты должен делать вот так», а интуиция шепчет «ты можешь сделать по-другому». «Слушайте тот голос, который говорит, как вы можете сделать». Этот голос больше всего повлияет на ваш характер. Как только я начал прислушиваться к своей интуиции, как только настроился на нее, некоторые проекты стали меня затягивать, а от других я сам отказывался. Фильмы, которые я снимал вплоть до 80-х годов, были в большинстве своем эскапистскими. Я не исключаю ни один из них. Даже 1941. Ни один. Многие из этих ранних картин отражают те ценности, которые меня серьезно волновали и волнуют до сих пор. Но я был словно в пузыре, потому что мне не хватало образования. Мое мировосприятие сводилось лишь к тому, что я мог придумать в своей голове, а не к жизненному опыту. А потом я снял «Цветы лиловые полей». Этот фильм открыл мне глаза на то, что я даже представить себе не мог. И все же это было совершенно реальным. Эта история была наполнена глубокой болью и глубокой правдой. Как говорит Шак Эйвори, «Все на свете хочет быть любимым». Моя интуиция подсказывала, что большему количеству людей нужно познакомиться с этими героями и узнать эту правду. При создании фильма я понял, что кино может быть миссией. Надеюсь, что каждый из вас испытывает это чувство. Не отворачивайтесь от того, что покажется вам болезненным. Изучайте это. Преодолевайте это. Моя цель — создать мир, который будет существовать всего два часа. Ваша цель — создать мир, который будет жить вечно. Вы — будущие инноваторы, руководители, лидеры, воспитатели. Вы сможете создать лучшее будущее, изучая прошлое. Автор парка юрского периода Майкл Крайтон, выпускник здешнего колледжа и здешней медицинской школы, часто цитирует своего бывшего профессора, говорившего, что если вы не знаете истории, то вы не знаете ничего. Вы — лист, который не знает, что является частью дерева. Так что, будущие специалисты по истории, вы сделали правильный выбор. У вас все будет круто. Не на рынке труда, а в культурном плане. Всем остальным придется приложить немного усилий. Социальные сети, которые прочно укоренились в нашей жизни, заставляют жить здесь и сейчас. Но в своей семье я упорно сражаюсь за то, чтобы мои дети учились жить вне этого, смотреть на то, что уже произошло. Чтобы понять, кто они есть, надо понять, кем были мы, кем были их деды, какой была страна, когда они сюда приехали. Мы — нация иммигрантов. Ну, пока, по крайней мере. Для меня это все означает, что мы все должны рассказывать свои истории. И у нас так много этих историй. Поговорите со своими родителями, бабушками и дедушками и попросите рассказать их истории. Я обещаю вам, как я обещал своим детям, вам не будет скучно. Именно поэтому я часто снимаю фильмы, основанные на реальных событиях. Я стараюсь искать в истории не дидактику, это в ней не главное. Я ищу величайшие истории, которые когда-либо были рассказаны. Герои и злодеи — не литературные конструкции, они — сердца истории. Именно поэтому важно слушать свой внутренний шепот. Это благодаря ему Авраам Линкольн и Оскар Шиндлер сделали правильный моральный выбор. В определяющие моменты жизни не изменяйте своим моральным принципам только ради удобства или целесообразности. Чтобы остаться верным себе, нужно много мужества, а чтобы иметь мужество, нужна поддержка. Вам повезло, если ваши родители похожи на моих. Я считаю маму своим счастливым талисманом. Когда мне было 12, отец подарил мне кинокамеру, инструмент, который придал моей жизни смысл. Я так благодарен ему за это, и я благодарен, что он сейчас в Гарварде сидит прямо здесь. Спасибо. Моему отцу 99 лет. То есть он всего на год младше библиотеки Уиднера, но в отличие от нее ему не проводили косметические работы. Папа, сзади тебя стоит леди, ей тоже 99, я тебя потом с ней познакомлю, хорошо? Но если семья не всегда находится рядом, есть запасной вариант. Ближе к концу фильма это замечательная жизнь. Вы помните эту замечательную жизнь? Ангел Кларенс пишет, если у человека есть друзья, он не пропадет. Я надеюсь, вы сохраните дружбу, которую обрели здесь в Гарварде, и среди своих друзей найдете того, с кем захотите провести жизнь. Наверное, среди вас тут найдутся цинники, но я хочу быть непростительно-сентиментальным. Я рассказал о значимости интуиции и о том, что не будет более важного голоса, чем она, до того момента, пока вы не встретите любовь в своей жизни. Так случилось и у меня, когда я встретил Кейт и женился на ней. И именно это стало величайшим определяющим моментом в моей жизни. Любовь, поддержка, смелость, интуиция. Все это должно быть у вашего героя. Но самое важное, у героя должен быть злодей, которого он должен победить. Вы те еще счастливчики? Этот мир полон чудовищ. В нем есть расизм, гомофобия, межэтническая борьба, классовая ненависть, политические войны, религиозные распри. В детстве меня травили из-за того, что я еврей. Это было неприятно, но по сравнению с тем, что пережили мои родители и дедушка с бабушкой. Пустяки. Мы-то действительно верили, что антисемитизм пережиток и ошибались. За последние два года около 20 тысяч евреев покинули Европу в поисках лучшей жизни. В начале этого года я был в посольстве Израиля на приеме, когда президент Обама изрек грустную истину. Он сказал, «Мы должны признать, что во всем мире антисемитизм снова процветает. Мы не можем отрицать этого». Горячее желание противостоять этому заставило меня в 1994 году организовать фонд Шоа. С тех пор мы поговорили более чем с 53 тысячами жертв и свидетелей Холокоста из 63 стран и записали их интервью на видео. Мы собирали свидетельства о геноциде в Руанде, Камбодже, Армении и Нанкине. Мы не должны забывать, что немыслимые вещи происходят постоянно. Зверства случаются и сейчас. Мы должны спрашивать не только, когда эта ненависть закончится, но и как она началась. Нет, мне не следовало бы говорить толпе фанатов Red Sox, что мы все запрограммированы на тройболизм. Но если оставить спортивных болельщиков в стороне, тройболизм имеет гораздо более темную сторону. Инстинктивно, а может даже генетически, мы делим мир на своих и чужих. Поэтому каждый должен задаться животрепещущим вопросом, когда мы найдем нас? Как мы это сделаем? Так много работы еще предстоит сделать, и она, мне кажется, еще даже не начиналась. Но растет не только антисемитизм, растет также исламофобия. Нет разницы между теми, кого дискриминируют, будь то мусульмане, евреи, или меньшинство на границах государств, или ЛГБТ-сообщество. Это все одна большая ненависть. На мой взгляд, как, наверное, и на ваш, единственный ответ на большую ненависть — это еще большая человечность. Мы должны заменить страх любопытством. Нас и их нужно объединить под словом «мы». мы должны верить, что принадлежим одному племени, сопереживать каждой душе даже тем, кто закончил ель. «Кстати, мой сын — выпускник Еле». «Вы должны не только испытывать сочувствие, подкрепите его действиями, а значит, голосуйте, мирно протестуйте, говорите за тех, кто не может говорить из-за тех, кто кричит, но их никто не слышит». Позвольте своему сознанию кричать так сильно, как оно того хочет, если вы делаете это ради других. Пример такого служения другим — мемориальная церковь, ставшая частью этого по-голливудски красивого пейзажа. На ее южной стене высечены имена выпускников Гарварда, как уже упоминал ректор Фауст. Это студенты и сотрудники университета, которые отдали свои жизни во Второй мировой войне. Эти 697 душ, которые ходили по земле, где мы сейчас стоим, были потеряны. В конце 1945 года ректор Гарварда Джеймс Конанд, которого ректор Фауст также упомянул, почтил их за смелость и призвал всех не забывать об их блестящих подвигах. Эти слова, сказанные 70 лет назад, актуальны и сегодня, потому что их жертву не может искупить только одно поколение. этот долг должно отдавать каждое. Мы не можем забывать ни о зверствах, ни о тех, кто сражался за свободу. Так что, покидая этот колледж и отправляясь в большой мир, не забывайте об их блестящих подвигах. Или, как сказал бы капитан Миллер в спасти рядового Райана, заслужите их. И, пожалуйста, оставайтесь на связи. Никогда не теряйте зрительный контакт. Наверное, это не те слова, которые вы хотели бы услышать от человека, создающего медиа. Но мы тратим так много времени, смотря в свои девайсы, а не в глаза друг другу. Поэтому, простите, но давайте начнем прямо сейчас. Пусть каждый здесь посмотрит в глаза другому. Студенты, выпускники, ректор Фауст, вы тоже. Повернитесь к тем, кого вы знаете и кого не знаете. Этот человек может стоять рядом или впереди на пару рядов. Пусть ваши глаза встретятся. Вот так. Эмоции, которые вы сейчас испытываете, это и есть любовь друг к другу, плюс немного социального дискомфорта. Даже если вы забудете все, что происходило сегодня, я надеюсь, что вам запомнится этот момент связи с другим человеком. Я надеюсь, что вы все многое пережили за эти четыре года, потому что сегодня вы становитесь тем поколением, на которое будет опираться следующее за вами. В своих фильмах я показываю разные варианты будущего, но именно от вас зависит, каким оно будет на самом деле. Я надеюсь, что в нем будет мир и справедливость. Наконец, я желаю вам всем голливудского хэппи-энда. Убежать от тираннозавра, поймать преступника и на радость своим родителям, как в инопланетянине, приезжайте домой. Спасибо. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер